Каждую секунду в мире рождается 4 человека. Есть ли надежда, что Божья миссия когда-нибудь завершится в таких условиях? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем размышлять о нашей миссии. Фактически сегодня мы завершаем размышления о миссии нашей в этом мире. И сегодня мы подводим итоги изучения 13 урока и, впрочем, и всего квартала. Завершение Божьей миссии. Так назывался урок на этой неделе. И памятный стих был взят из 2-го послания Петра, 3-я глава, 11-12 стихи. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают? Как связаны темы Божьей миссии и последнего времени? Об этом мы размышляли на этой неделе. Мы были сосредоточены на книге Откровения. В Откровении, в самом начале, с 1-го стиха говорится, что это Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный и первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Сей грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Итак, мы видим здесь, что книга Откровения была передана по такой цепочке, что дал Бог Отец Иисусу Христу, Иисус передал ангелу, ангел передал Иоанна, Иоанн семи церквам, и фактически через это послание он передал это Откровение всем церквам, всем верующим всех веков, начиная с первого столетия. И первое, с чего начинается здесь, это послание «Благодать и мир». Это греческая «Харис» и еврейская «Шалом». «Благодать и мир». Это обычное приветствие апостольское. И интересно, откуда и от кого исходит «Благодать и мир». Здесь мы читаем, что от того, который есть и был и грядет, то есть от Бога Отца, от семи духов перед престолом Его, это Дух Святой, полнота и совершенство Духа Святого представлены здесь, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. Мы видим здесь святую Троицу, которая является инициатором и источником благодати и мира для грешного человечества. Как представлен здесь Христос? Посмотрите, Он есть свидетель, Он есть первенец из мертвых, и Он есть владыка царей земных. Это очень важное понятие для книги Откровения, и для последнего времени. Мы свидетели, потому что Он свидетель. Мы не боимся смерти, потому что Он первенец из мертвых. Он есть владыка царей земных, и нас сделал царями. Это очень интересное определение, которое здесь дано верующим людям, цари и священники. Это определение происходит еще из древнего Божьего обещания, которое Он дал при встрече с израильтянами, с народом Своим у горы Синайской. В книге Исход 19 главе вы можете прочитать о том, как Иисус назвал свой народ царством священников и народом святым. Он говорит, что вся земля моя и все народы мои, а вы будете мне царством священников. То есть это народ-посредник, люди, которые представляют Бога перед людьми, и люди, которые заступаются за людей перед Богом. Таково было призвание израильского народа. К сожалению, они не исполнили этого призвания. Бог тогда избрал отдельно такой клан священников, который из поколения в поколение по родословной передавал эти полномочия священнические. Но изначальный замысел Божий был в том, чтобы весь народ Божий был священниками. И этот замысел уже Бог осуществляет в Новом Завете. И в первом послании Петра мы можем читать об этом, 2 глава, 9 стих, что вы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. И вот здесь очень важно, для чего мы царственное священство, в чем мы народ святой и ради чего мы взяты в удел. Дальше написано, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, чтобы возвещать царственное священство, исполнять Божью миссию на этой земле, нести весть Евангелия, весть спасения, в этом призвание Божьего народа. Все грядет с облаками, сразу же после этого подчеркивает Иоанн, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают пред ним все племена земные. То есть евангельская весть особенно ярко и сильно звучит именно в перспективе пришествия Иисуса Христа на землю во славе своей. И это становится особенно актуально в наши дни. Эта весть, мы видим, она сосредоточена на втором пришествии Христа, и потому мы называемся адвентисты, что мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа. Мы устремлены в будущее, причем уже не в отдаленное будущее, а в ближайшее будущее. Наша жизнь, наши решения в этой жизни, наш характер и наша весть, они сосредоточены на втором пришествии Иисуса Христа, на этой идее. Мы как слуги, ожидающие возвращения Господина своего, и мы хотим быть верными, и мы хотим верно исполнять поручения нашего Господина. Божья миссия таким образом достигает своей кульминации перед этим великим событием, возвращением нашего Господа. И эта кульминация, она выражена в виде трехангельской вести. В центре трехангельской вести Евангелие о спасении во Христе, потому что первый ангел именно так и представлен, что он держит в своей руке вечное Евангелие. А актуализация Евангелия в последнее время включает в себя несколько тем, о которых не так ярко, не так сильно проповедовалось в предыдущие века. Что это за темы? Это акцентированная проповедь о втором пришествии Христа, это разоблачение заблуждений, проникших в церкви на протяжении столетий, такие заблуждения, как пренебрежение Божьим законом, бессмертие души и прочее. Это также глобальная проповедь, всякому племени, колену, языку и народу. Трехангельская весть глобальна, и она по-настоящему исполняет великое поручение Христа, в котором сказано, сделайте учениками все народы. И трехангельская весть – это мощное завершение божественного плана искупления. И вот эта проповедь вызовет кризис и будет завершаться во время кризиса. В книге Откровения в 13 и в 17 главах описывается этот кризис. Экономический, политический, духовный, социальный. И мы наблюдаем, как все это закручивается у нас на глазах. Мы видим, как назревает вот эта ситуация, о которой описано в 13 главе и в 17 главе Откровения. Но много еще мы видим, что не произошло, что должно еще произойти в будущем. Пока непонятно, как произойдет объединение вот этих богоборческих сил. И пока мы не видим той силы проповеди, о которой читаем в Библии, особенно в начале 18 главы книги Откровения. Далее мы рассуждали с вами об успехе в миссии. Как определить этот успех? Важно вспомнить, что у Христа было две главные мечты. Во-первых, придите все, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Главная мечта была Христа, чтобы люди шли к Нему. Когда буду вознесен от земли, всех привлеку к себе, говорил Иисус. Он всегда стремился, чтобы люди шли к Нему, чтобы получить исцеление, спасение, надежду, веру, новые отношения с Богом, чтобы они вернулись в дом Отца. Это было Его мечтой. Но у Него была еще одна мечта, чтобы те, кто последовали за Ним, шли вместе с Ним, чтобы спасать других людей. И Иисус говорит, идите и сделайте учениками все народы. Идите во все земли, идите во все народы. Несите весть Евангелия. Иисус многократно повторяет в разных Евангелиях и в Деяниях Апостолов. Он говорит о том, что я пошлю вас, чтобы вы могли служить. Следуйте за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков, говорит Иисус. Первое, следуйте за Мною. Первая мечта. Вторая мечта. Я сделаю вас ловцами человеков. Поэтому всякий, кто последовал за Христом, должен осознавать это сильное желание Иисуса, чтобы всякий верующий в Него мог приобретать души для Царства Божьего. Успех миссии. Чем он определяется? Тем, сколько человек крестилось. Мы часто слышим такие вести о том, что 100 тысяч крестилось там, 100 тысяч крестилось здесь. И мы радуемся, когда множество людей занимают сторону Христа в этой великой борьбе. Но в этом ли суть, в этом ли конечная цель проповеди о Христе? Конечно же нет. Крещение это всего лишь начало пути, духовного пути человека. Как важно, чтобы человек помимо крещения еще и становился учеником Иисуса Христа. Сколько людей стали учениками Христа? Вот в чем главный смысл и главный критерий успеха, определения успеха миссии. А в чем разница быть учеником Христа или быть просто членом церкви, крещеным? Есть ли разница здесь? Что означает быть учеником Христа? Ученика отличают три основные вещи. Ученик постоянно и тесно общается со Христом. Это первое. Постоянно и тесно общается со Христом. Второе, что ученик становится похожим на Христа в характере и в жизни. Если этого не происходит, значит ты не ученик. И третье, ученик продолжает миссию Христа на земле. Потому что Иисус дал поручение всем своим ученикам. Идите и делайте учениками других. Вот и вопрос. Все ли крещенные члены церкви тесно общаются со Христом каждый день? Все ли становятся похожими на Христа с течением жизни? Все ли активно совершают миссию Христа, миссию служения и спасения? Вот это вопрос. Это конечно вопрос личный каждому из нас к тебе и ко мне. Являюсь ли я тем человеком, кто постоянно и тесно общается со Христом? Являюсь ли я человеком, который постоянно изменяется и становится похожим на Христа? Чем больше вы общаетесь с Иисусом, тем больше вы естественным образом будете копировать его поведение, его отношение к людям. И для вас из самого сердца у вас будет идти это любовь Христа и доброта Христа. И еще один вопрос, который следует задать самому себе. Являюсь ли я тем человеком, кто активно совершает миссию Христа на этой земле в соответствии со своими способностями, дарованиями, талантами? Участвую ли я активно в миссии служения и спасения? Это важные вопросы, которые показывают, являешься ли ты учеником Иисуса Христа. Что ж друзья, давайте подытожим содержание этого урока в форме таких вопросов. Первое. В чем меняется и в чем не меняется миссия Божья в последнее время? Второе. Трехангельская весть. Как вы понимаете ее суть и в чем ее главное содержание? Третье. Заключительный кризис. Каковы его предпосылки? Видим ли мы их сегодня? И в чем польза этого кризиса? Для чего Бог допускает его? Четвертое. Чем определяется успех миссии? Насколько успешна наша миссия? Что нам следует изменить, чтобы быть успешнее? И пятое. Какие есть неохваченные Евангелием группы населения в вашей местности? Что мы могли бы для них делать? Итак, каждую секунду в мире рождается четыре человека. Есть ли надежда, что Божья миссия когда-нибудь завершится? Надежда, конечно же, есть. Она твердая. Потому что Бог это обещал в своей книге Откровения. Бог будет завершать эту миссию. Не мы с вами. Не воинством, не силою, но Духом Моим, говорит Господь. Именно в силе Святого Духа народ Божий выйдет и будет совершать невиданное. Это будет совершать не человек, это будет совершать Бог, используя детей Его, которые посвятили себя Ему полностью. Которые являются учениками Христа и готовы завершать Божью миссию. Что ж, друзья, вот и подошел к концу наш цикл уроков, посвященный миссии Бога и нашей миссии. Я думаю, что все мы чему-то научились в отношении благовестия за эти три месяца. И у меня к вам есть снова предложение. Если вы еще мало знакомы со Священным Писанием, я знаю, что кто-то из моих зрителей, слушателей, мало действительно знаком с Библией, они получают от кого-то эти ролики, просматривают их для себя. И если вы мало знакомы со Священным Писанием и хотите пройти базовый библейский курс, то вы можете оставить заявку по ссылке в описании. Там есть ссылка, вы можете нажать на эту ссылку, заполнить первый урок, отправить его, там нажать на кнопку отправка, мне придет ваш урок. И дальше мы уже будем взаимодействовать с вами через интернет, и вы сможете пройти замечательный библейский курс. Если вы знакомы хорошо с Библией, но вы знаете человека, который хотел бы пройти, был бы не против пройти библейский курс, то перешлите ему эту ссылку. И таким образом вы также сможете принять участие в том, чтобы совершалась Божья миссия. Что ж, я благодарен вам за эти три месяца нашего совместного общения. И тоже нахожусь в таком предвкушении, ожидании того, что нас ждет в следующем квартале. У нас с вами замечательная книга «Псалтырь» для изучения, и прекрасное такое пособие, тема за темой, мы будем рассматривать эти прекрасные поэтические произведения Священного Писания. Пусть Бог благословит каждого из вас. А сейчас давайте помолимся. Господь наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты любишь людей и продолжаешь их спасать. Господи, мы так нуждаемся, чтобы Твоя любовь к людям была в нашем сердце. Господи, мы так нуждаемся в смелости, в дерзновении, мы так нуждаемся в чувстве такта, в вежливости, чтобы мы могли правильно доносить Твое Евангелие до людей, которые сегодня живут рядом с нами. Господи, даруй нам веру, даруй нам влияние, даруй нам великую Твою божественную мудрость. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты вложил в наше сердце этот миссионерский огонь, чтобы мы видели в каждом человеке, с которым соприкасаемся в этой жизни, потенциального сына или дочь Твою, в Царстве Твоем, спасенное дитя Твое. Благослови нас, Господи. Просим Тебя, совершай эту работу и заверши это служение спасения, используй для этого нас. Мы отдаем себя в Твое распоряжение. Пусть Твое имя будет прославлено и ныне и вовеки. Во имя Иисуса Христа. Аминь.